Самооценка и уверенность в себе, как правило, страдает в школьном возрасте, но родители могут помочь ребенку не только похвалой. Психолог Юлия Кесарь в качестве метода для уверенности в себе рекомендует вместе с ребенком составить генеалогическое дерево. Ребенок в дошкольном и младшем школьном возрасте ассоциирует себя с родителями и теми, кто его окружает. А знания об истории своей семьи нужны для его самооценки. Важно, чтобы ребенок видел схему «я», родители, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Идеально. Если знаете дальше глубже, это вообще супер. Про каждого члена семьи важно рассказать, чем он занимался, какие у него были качества личности, какой он был по характеру. То есть желательно говорить позитивные вещи про своих предков, потому что в каждом человеке есть какой-то потенциал хороший. И таким образом ребенок понимает, что примерно 50% у него – это мама и папа. И если мы говорим о них, о нас, какие у нас качества, какие мы, какие бабушки, дедушки, то есть ребенок понимает, что эту информацию и я в себе несу, этот потенциал во мне есть, это очень хорошо влияет на его самооценку. Еще один совет психолога – у ребенка обязательно должен быть личный фотоальбом со снимками от нуля и старше. Этот альбом должен находиться в детской комнате, в постоянном доступе для ребенка. Обязательно расскажите и покажите, как заботились о нем после того, как он родился, как организовали первый день рождения, поддерживали на выступлении в детском саду. Когда ребенок идет в первый класс, он сталкивается с тем, что реальность, ну не такая поддерживающая, принимающая, как это было в семье. Если появляется второй ребенок в семье, также ребенок чувствует, что что-то не так, что-то, я не такой значимый. И здесь хорошо возвращаться к тем моментам, потому что мы помним, каким он был, как мы его любили, как мы к нему относились. Ребенок этого может не помнить. И вот здесь хорошую роль играют фотографии. Чтобы это было наглядно, чтобы ребенок в какие-то сложные минуты мог подойти просто, когда ему грустно, посмотреть альбом, посмотреть на эти фотографии и почувствовать это тепло, которое в него вложили. И это тоже влияет на его самооценку положительным образом. Уверенность ребенка связана с личными границами и безопасностью. Еще одна рекомендация специалистов – метод круги отношений. Разноцветный шаблон легко найти в интернете и по нему сделать схему из цветного картона. Каждый круг представляет собой определенную группу людей, с которыми ребенок ежедневно общается. Члены семьи, друзья, знакомые и незнакомые взрослые. У каждого человека есть свой собственный круг «я». И у меня, и у папы. И без твоего разрешения никто к тебе не может прикасаться. Это не могут быть ни какие-то плохие прикосновения, то есть ударить, ущипнуть. Также и хорошие прикосновения тоже сюда относятся. Если тебе не нравится, что тебя кто-то пытается обнять, ты имеешь право на свои чувства. И ты можешь точно сказать этому человеку «стоп». В этом упражнении делаем акцент на уважение личного пространства и обозначаем, в каком из кругов отношения могут быть доверительными. Эта методика – хороший помощник для ребенка. Он может научиться различать опасные ситуации, защищать свои границы, а значит, укрепить уверенность и повысить самооценку. Субтитры создавал DimaTorzok